Конец декабря, время подводить итоги. В записках горожанина самые важные события Тольятти уходящего года. Поехали! Январь 2018 начался с геройского поступка полковника полиции Айдына Камбарова, который спас подростка из ледяной полыньи в портпоселке. Глава МВД представил полковника из Тольятти к медали за смелость во имя спасения. В феврале город получил партию новеньких троллейбусов и упавший на детскую площадку кран в Комсомольском районе. В результате ЧП никто не пострадал, чего не скажешь о троллейбусном управлении, на которое продолжаются нападки городских депутатов с целью закрыть предприятие. В марте скандальный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу и ушатал в Тольятти поляка Байера. В этом же месяце горожане голосовали на выборах президента России и решали участь с дороги через зеленую зону. Результат. Путин наше все. Лесной дороге позор и твердое нет от избирателей. В апреле болельщики хоккейной лады выступили в защиту любимой команды и провели митинг на ступеньках Волгаря за возвращение команды в КХЛ. В КХЛ не вернулись, но ряд назначений в клубе все же случились. В мае тольяттинка Диана Анкудинова выиграла конкурс «Ты супер» на НТВ и переехала в Москву. В июне в Тольятти приехала сборная Швейцарии по футболу, а власти ограничили производство химпредприятий. Город жил футболом и дышал полной грудью. Июль ознаменовался началом митингов против пенсионной реформы. Горожане протестовали. В августе химпредприятия оторвались по полной на горожанах. Смог и запах на улицах, радиация на бывшем фосфоре. Международный фестиваль искусств классику OpenFest в августе отвлек ценителей музыки от мрачных мыслей. Летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра по Волжье впервые за несколько лет прошла в расширенном составе. В сентябре Дума Тольятти стала красной. Единая Россия потерпела фиаско. Избиратели выразили надежду на перемены в городе. Октябрь начинается со скандала. Законно избранных депутатов не пускают в Думу. А позже, в результате трудных переговоров и расколов в городском КПРФ, надежды на перемены горожан улетучились как смог на Тольятти. АвтоВАЗ в октябре начинает производство Lada X-Ray Cross. Ноябрь. Общественность обсуждает эстетический смысл обелиска неизвестного автора, названного Аллеей Славы. СМИ также много пишут про исчезновение режиссера МДТ Олега Куртонидзе, который якобы уехал к родственникам в Сибирь. В декабре в Олимпе проходит форум Тольятти город будущего, а в городе объявляется маньяк, который режет молодых женщин. Форум показывает, что будущее у нас есть, а маньяка задерживают в Москве. Полиция выясняет, что молодой человек пошел на преступление из-за несчастной любви. Таким выдался 2018 год для Тольятти. Цветным, разноплановым и богатым на самые разные события. Живем дальше! С Новым годом, друзья! И подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok